Привет, меня зовут Аня, мне 24 года, и за два дня до своего 25-летия я решила записать первое видео, где я сижу и говорю на камеру. Я из России, город Москва, и я фотограф. О курсе я узнала непосредственно от Алмаза, мы с ним общались, и он рассказал о своей затее. Когда я решила принять участие в курсе, я вообще не представляла, как это будет, я вообще предпочитаю не загадывать заранее, чтобы не разочаровываться, может быть. Поэтому я просто сказала себе, вот, впереди у меня три недели, их нужно будет пройти. И это я делаю ради себя. Поэтому все будет так, как должно быть. Но, но, я не подумала о самом важном. На первой неделе все было спокойно, мне нравилось слушать дискурсы, общаться с ребятами. Но на второй, на третьей неделе начались некоторые изменения в виде постоянных перемен настроения, желания все бросить и удалиться из нашего общего чата, о котором я расскажу чуть позже. Этот курс дал возможность мне понять свое собственное я, понять свои страхи и дать себе такой хороший пинок под зад. Для меня вообще любые курсы давали себя тяжело. Мне хотелось все бросить. Было даже как-то случай, когда я записалась на онлайн-курс по скетчингу. У меня было две попытки пройти его, но то постоянные поездки куда-то, какие-то дела, съемки не позволяли мне выполнять задания регулярно. Поэтому я забила на эту историю. И вот у меня отменилась поездка в Индонезию. Я записалась с Алмазом. Я поняла то, что вот оно, вот он шанс. И шанс стать продуктивнее для себя, стать счастливее, потому что на протяжении долгих лет я задавала людям, разным людям, одни и те же вопросы. Что для тебя счастье? В первую очередь я поняла, я окончательно поняла, то, что все, все проблемы, которые у нас есть, они у нас в голове. В принципе, я и так это знала, и многие ребята мне говорили об этом. И регулярно слышала эту фразу, то, что все проблемы, все страхи у нас в голове. Но, как выяснилось, я просто блокировала эту истину, продолжала бояться, продолжала страдать, придумывать какие-то страдания. Тем самым я просто-напросто тормозила саму себя, ничем не занималась. У меня были постоянно какие-то депрессии и нежелание с этим что-то делать. Просто принимала это состояние и находилась в нем долгое время. И это длилось примерно год. Я просто поняла, что ну, так будет, выхода из этого состояния нет. И я буду просто с этим жить и смотреть на то, как люди делают классные штуки, радоваться за них и завидовать. Да. Благодаря курсу Алмаза я научилась следить за своим временем, управлять им. Я научилась вмещать в день столько дел и радоваться тому, сколько я успела сделать за 24 часа. Я научилась управлять своими эмоциями и отслеживать свои реакции на те или иные ситуации и реакции на все, что происходит в моей жизни. И, конечно, самое главное мое достижение – это научиться людям говорить «нет». Мне кажется, я весь 2016 год провела в состоянии «всегда говори «да» всем». И в связи с этим у меня не находилось времени на какие-то личные проекты. Я перестала получать удовольствие от работы, которую я получала раньше, потому что в прошлом году, на мой взгляд, у меня не было ни одного творческого проекта. Все было связано с работой. Но говоря «нет» тем проектом, которым я не хочу заниматься, у меня появилось временно личный проект, у меня появилось больше вдохновения. Но для того, чтобы это все произошло, необходимо было понять, почему я так делаю, и необходимо было ответить самой себе на те вопросы, на которые не хотелось отвечать. И это было очень сложно, порой больно. У меня было парочка нервных срывов, после которых я принимала правду и, наконец-то, начала двигаться дальше. На протяжении всего курса я вела конспекты дискурсов, которые Алмаз дала каждый день. Мне хотелось все бросить, но я все равно вела записи, и после каждого видео мне становилось немножко легче. Я думала, блин, целый час видео, где Алмаз что-то говорит. «Е-мое, целый час сидеть и слушать. Я могла бы заняться чем-нибудь другим, хотя понимала, что я целый час буду сидеть и ничего не делать. Сидеть в телефоне, сидеть в Инстаграме, сидеть ВКонтакте, слушать музыку, смотреть картинки, смотреть фотки, смотреть чужие фотки. Хотя я могла бы потратить это время на то, чтобы, например, обновить сайт, отретушировать фотографии. Постоянно находились какие-то отговорки, портилось настроение, хотя, казалось бы, ничего вокруг не происходит, и я сама его себе порчу. Осознавая это, стало гораздо легче. Гораздо легче работать над своим состоянием, над своими эмоциями, анализировать свои реакции. Это бесценный опыт. У нас был чатик, в котором стояли ребята, которые проходили курс вместе со мной. И я подумала сначала, вау, круто, мы можем обо многом поговорить, возможно, у нас одни и те же проблемы. Но к середине курса он начал меня раздражать, потому что мне казалось то, что у меня катастрофически не хватает времени на то, чтобы еще и пообщаться с ребятами. Поэтому в какой-то момент я перестала его читать, и, возможно, это состояние было не только у меня. Но к окончанию курса у меня снова проснулась любовь и желание с ребятами пообщаться. И вообще я безумно благодарна тому, что у нас был создан такой чатик, потому что иногда там обсуждались какие-то очень важные вопросы, которые беспокоили меня тоже, но просто я об этом не говорила. Не нужно бояться пробовать что-то новое и узнавать себя лучше, но если вы просто не готовы к этому, то не надо, но никто за вас этого не сделает. Если бы я знала, как я изменюсь за эти три недели, у меня не было бы сомнений на протяжении этих трех недель, потому что они были, мне хотелось все бросить. Я понимала то, что это проделки моего ума, и они просто хотят остановить меня и вернуть комфортную среду обитания, где я ничего не делаю и просто занимаюсь бесконечно самобичеванием. Но если бы я знала, как я изменюсь за это время, то, наверное, со мной не было бы немножко меньше. Для всех тех, кто все-таки решится пройти этот курс, я хочу пожелать вам, чтобы вы больше улыбались. Если это сложно, то просто постарайтесь найти в себе эти силы и улыбнуться. Также хочется пожелать вам, чтобы лень не овладела вами, и вы выполняли все задания, которые даются. И если вам кажется, что у вас нет сил, у вас нет времени, у вас нет желания, просто найдите их, найдите эти силы, потому что они у вас есть. Однажды Алмаз рассказал мне одну очень интересную вещь касательно того, что я говорю. Я сказала ему, Алмаз, у меня ничего не получается, но я буду стараться. Он сказал, что значит, я буду стараться. Вот представь, я говорю тебе, возьми блокнот, и ты берешь блокнот. А потом я говорю тебе, не бери блокнот, и ты не берешь блокнот. Но когда ты говоришь, я буду стараться взять блокнот, что это за действие? И тогда я поняла, что действительно я буду стараться, это не действие. И это просто самообман, ведь я в итоге не буду стараться. Я либо стараюсь и делаю это, либо не делаю. Поэтому желаю вам всем силы духа, силы воли. Если у вас есть желание что-то бросить, остановиться, ни в коем случае этого не делайте, потому что результат в любом случае оправдает ожидания. Всем удачи и желаю вам быть счастливыми. Пока.